Лошади, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки, но все еще за колючей проволокой, что, наверное, даже нехорошо. Просто стоят, втыкают. Ну, их можно понять. Есть на что повтыкать. Мы тут решили в музей железной дороги заехать, и вот по пути наткнулась на лошадей. Там вот какая-то старая индустриальная постройка. Долина окружена горами. Заехали тут по пути в музей старой железной дороги. Нам сказали, что в любой момент должен приехать новый engine, он типа локомотив, будет разгружать, поэтому нормальная парковка перекрыта. Ну вот, мы тут встали на гравии. Ну, в целом интересно. Может быть, удастся запечатлеть, так сказать, разгрузку паровозика. Музей находится в таком вот живописном месте, средь гор, с лошадками тут. Вот, там вот снежные вершины. Хочется лошадку погладить, но мне страшно. Не надо. Открыши меня аллергии на нее есть. Ну вот, музей это куча всяких домиков. Часть из них как бы оригинально здесь стояла, но в основном те, к которым железной дороги относятся. Часть вот задонатили из как бы окружающих районов, там просто перенесли сюда. То есть, вот прямо оригинальные домики там каких-то начала 20 века. Так. Одна из экспозиций в Мюзее Железных Дорог. Старые фотографии. Мина, если видишь старые фотографии, здесь еще старые аппараты. Вот мой кодек, например. Да, старые фотографии. Они все выглядят одинаково. Вот, стекла отличаются. Ну, ладно, да. Вот этот забавный. Видно или не отражается? В общем, видно, да. Такая классическая. Как в фильмах старых, да? Угу. Так, домики все оригинальные. Ну, в смысле, они не здесь конкретно находились. Но были в основном 60-70-е. Перенесены сюда из Эрии. Ну, из этого региона. Да, то есть, вот. Ну, типа, это холмье. Ну, типа, магазинчик. Угу. В смысле, это можно купить? Ну, я думаю, да. Типа, доллар вот тут, да, стоит? Так, старые куклы. А, посмотри, какая красивая одежда у нее, а? Угу. И там сейф. Видите, там сейф. Такой магазинчик. Это неинтересно. Вот сейф это все. Убрах. Хорошо относится к бизнес-залу, это всегда интересно. Старая касса. Смотри, а он на колесиках сейф-то. Потому что можно его катить. В случае чего. Правда, уже пока катить, он же тебя все, это, поймали. Ну, наверное, это будет. А, кстати, гаступы, кстати. То, что нам надо, это, в следующий раз привести с собой, да? Угу. Карета настоящая. Донод клайм. А, это даже не карета, это катафалка, что ли? Слушай, а здесь какие-то странные буквы просто не расписанные в шоколаде. Ты их знаешь? Это попал, что ли? Ага. Сядькие седла. Симпатичные. И куча... А, слушай, это, короче, клеймо. Это вот буква, а сверху это вот клеймить, короче. Ну, раньше седло, наверное, как машина была. Купил, так сказать, одну. Ну, на сто пятьсот лет. Ну, да, такое тиснение. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Пожалуйста, не садитесь на седла. Вот здесь вот снимем. Почтовая история. Интересно, прародитель этих амазоновских ящиков, деселевских. Типа, видимо, код тебе дают, и ты можешь открыть, получить доступ к своему письму. А с той стороны они прозрачные, просто закладывают в ячейку все. Будку выделили под экспозицию печек. Вот тут прям разные печечки. Такая интересная шесть конфорок. Сейчас делают современные, типа тут пафос, пафос шесть. Но они диверсифицированные, там, типа две на дровах, две на хату, две на электричестве, если вдруг отробят электричество, чтобы можно было, так сказать, на дровах что-то приготовить. Я забыла, как называется компания, которая делает такие. Это очень дорого. Нет, нет, это очень дорогая, какая английская. А вот и дом пионеров. Построен в 1920-м. Суровый у них пионер. Это тебе не наши, Октябре-то. А, тут какие-то кнопки есть, смотри, шутка там. Типа нажимаешь, и что там должно быть? Какие-то военные истории. Просто, просто сгорались эти вывески тебе, все. Ну, еще, наверное, музычка должна быть. Ну, а, то есть, ты не очень играет, мы звать собирают, чем-то. Нет, ничего не надо. Форма егеря. А, там не было цепей, типа, да. Поэтому надо было, чтобы у тебя сразу на колесо, по сути, крутил. Ты как на ее зависит вообще. А у вас длина, как-то не смущает. Вон, какие-то радио. Смотри, здесь даже открыли, как арестовали. Очередной сыраюшки оказалась выставка ултаймера. Такая относительная пожарная машина с 47-го года до начала 90-х реально служила. Бешапи, вот тут старый Крайслер. Жалко, немножко стекла отсвечивать. А вот там, затяни машину. А кто это, не знаю? Да. Жалко, что нельзя туда обратить, посмотрите. 1926 год. Там, да. Ой, затяни маленькой канистрочке. Вместе немножко перестает, получит стальянский флаг. Да, это уже у нас будет флага. Да, у меня такая была, по-моему, моделька в Сакониках, похоже на машинке. Судя, кстати, по состоянию двигателя, она, возможно, у нас же еще ездит. Ну, там даже номера есть, только очень старая, написанная, в Калифоруме, что-то такое. Номер в офисе, но он невинный. Сейчас свечивать. Медицинские офисы, аптека, брикмахер, дантист. В общем, все в одном флаконе. Возможно, даже один человек. Ну, барбер тут, ладно, понятно. Здесь, короче, окулист. Вот, как вы можете разглядеть. Ничего забавно, короче. Ковбоев, наверное, которые безграмотные были, их это на карте проверяли. Медицинская история. Ну, зубы, ладно, понятно, тут действительно. Хотя это на хирургических инструментах, на пробирочке. Жесть, конечно. О, черепушка. Книжки реально, как в Сокольниках. Это, в принципе, не сильно поменялось. Зубная история. То есть, уже как бы нормально. А это что, такой станочек-то? Слушай, я, по-моему, вот у нас в поликлинике детских когда был. Это тихо настолько, баночек, скляночек. Кстати, уже тогда написано было, какого-то роста и желательно сколько ты весел. Ну, что ж. Мне нравилось там 180. Не, ну это же не в килограммах. Это в ЛБ. Видишь, с нами записано. Жар-трест, мяско-мбинат. Ну, я не понимаю. В этих ЛБ, ШМ, ЛБ там все. А вот тут, кстати, как выглядел в 910-м. И что там, это же улица. А, нет, другая какая-то. Мейнстрим, Бишоп, Калифорния. Там непонятно. В каком? Кинально описана история о полномокологии. Неписана в древнем Египте. Прикиньте, прям реально тут можно выучить. Ну, наморочить. Ну, она все, а школьничку возит. То есть, они, как эти, получают социально значимые объекты. Все дела. Так. Текстиль. И, типа, салон красоты. Слушай, ну, если платья не сильно поменялись, то вот салон красоты выглядит ужасающе. Посмотри, вот он сзади тебе. Ага. Ну, да, платья, наверное. Ну, ничего, ну, слушай, нитка с иголкой. Они как бы были, так и остались. А вот салон красоты, посмотри. О, вау. Шикарный. Как это? Зачем это? Хоть это трешен. Зато уже, а, нет, два крана. Хотел сказать смеситель нормальный. Ну, тут всякие ткани. Кладица. Так. Что там написано? 1914. Короче, здание школы. Ну, вообще здесь написано, что она 1909 года. Что ты там? Ну, не важно. Плюс-минус. Заходим. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Тут, видимо, кабинет директора. Ну, наверное, сколько вот там было в деревне детишек. Тут просто талясь. А, и вот доска есть. I will not talk in class. Как не очень грамотно было написано. Это заставляли писать. Если ты говорил, он видишь, сколько раз написано. Не, я понимаю, наверное. Но это еще в Симпсону. Оригинальный домик 1883 года. И он здесь тут как бы вроде и находился. То есть, если нет, остальные некоторые перенесли откуда-то. То это вот прям здесь вот так стоял. О, зеркальце. Надо сказать, что внутри очень холодно. Так, ну, решетка эта современная. Чтобы народу-то не шастал. То есть, это... Ее так не было. А, санузел-то. У нас на дачах до сих пор таких нет. Да что там на дачах? Там деревня, где люди вообще живут, постоянно. Не везде есть. Гостиная. Это посуда. Ну, кстати, посуда приличная, слушай. Вот хрусталь, как соконник. Ну, вот в таком интерьере он смотрится уместно, конечно. Не знаю. Но, может, конечно, можно и обыграть в каком-то современном. Ну, вот здесь написано, что какого-то есть, там циферки есть. В принципе, она... Паразина будет. Кухня. Ну, кстати, я сама водопровод на кухне, как незамысловато сделал. Да, прикольно, да, придумал. Ну, да. Детский стульчик. Да, вот, забавно. Да, жалко вот эти решетки на русский. Как-то можно... Кстати, стульчик сделан в 1904 году. Очередной дом, экспозиции всяких... Как отмазать-то, ништяков, гаджетов, ну... Всякие плиты. Ну, вот, отсвечиваются все. Бесит. Ну, короче, интересно, это у нас 81, да? Стиральная машинка, 50-е годы. Вот, с отжимом, очевидно. Золотая жила. Такие маленькие вагонеточки. Туда прикатывают, сваливают. Ну, вот, а в этой сыроюшке называется Мил. Не знаю, как перевести. Ну, короче, там, видимо, это вот очищали, там золото вырабатывали. С полученной руды. Ну, и в каком там больше всего золото? Неинтересно, да? Думаю. Ну, вот есть и серебряная какая-то, а у нас еще золото. А вот золото, кстати, вот оно. Гол. Где-то они... Тут целый день работаешь, знаешь, и такую вот чутьюлюшку добываешь. Ну, в общем, он такой регата измерчал камни. Потом здесь вот уже из песочка, видимо, промывали, вымывали золото. А здесь вот сидел злой, бухгалтер. Взвешен. Ну, да. Работа кипит. Работа кипит. чётенько сказать налоги банька типа первые бензоколонки машинку пригнали запаяться одна из экспозиции выставки можно посмотреть от самых каких-то убогих до довольно изящных собственно главный экспонат поезд некоторые вагоны можно залезть еще в сам локомотив всякие серьезные механизмы заперта такой вагончик собственно сам паровозик с лаузом посыщик сразу вспоминается назад будущее когда они там пытались паровоз разогнать в целом инсталляция напоминает тут паровоз этого из металла в музее только вагон с бревнами нет это оригинальная станция ну смысле тут как бы стояла стоит видимо будет стоять внутри как макеты железных дорог народ сидел в скамеечках сдал паровоз это конечно не миниатюру underland тут ничего такой деревенький так вот небольшой макетик соорудили на такие деревянные луньки внутри станции нет тут хранился на багаж билеты и внутренний зал ожидания успешек видимо таскать зимой на улице не кочурится ну тут Цюрих есть городок далеко от нас а еще мы думали через него ехать но к сожалению там дорога перекрыта в мярах написано пауэлл thousand pacific lines телеграф постукивает железные дороги уходят в никуда видимо разобрали за ненадобностью так штука при помощи которой разворачивают паровозы то есть он так вот разряжает все это вскоре поворачивается и получается что вот он теперь фезиономии сюда как бы справляли там маслом, водой, песком и шпалы такие характерные, пропитанные запах такой из детства дождались прибытия поезда все запечатлевают этот замечательный момент вот он караван с паровозиком сейчас видим откуда вот запаркуется и будут загружать на рис выполнение коллекции весна осень 2023 поговорили тут немножко сотрудники музея в общем этот паровоз сюда временно приехал на сколько там получается две недели то есть эти выходные следующие они будут его гонять тут по этим рельсам можно будет покататься типа на пору что называется в общем прикол в том что вот этот Саузер пасыфик железной дорогой на свое 150-летие подарила два этих паровоза ну или задонатила подарил значит один вот этот девятый который здесь стоит где он там вот этот типа этому музею и вот этот который пригнали это из городка Индепенденс вот мимо приезжали в общем он там без рельсов стоит но в городке группа энтузиастов там сформировала этот но он профит фаундейшн или как тут называется в общем некое юридическое лицо в общем они его восстановили до состояния что на нем можно ездить и в общем получается что у этих здесь есть рельса у тех ездящий паровоз вот они тут сказали сколлаборировались на эти выходные хотят немножко денег поднять там билет будет 30 баксов человека прокатиться ну это я не знаю тут на минуту две максимум пять все это конечно не хардс вот и в общем хотят поднять немножко денег чтобы может продлить немножко рельс там в Индепенденции чтобы на ремонт что-то осталось ну в общем вот народ пытается как коллаборировать и что-то такое организовывать не просто так забросить все и пока саму не развалится подогнаем тут резину там вот выкладывают сейчас рельсы временные ну в общем очевидно выложу трек ну потом до резину так подгонят зацепят и будут спускать вот там автоподрузчик со шпалами круги нарезает так в общем вот из шпал выложили некое подобие пандуза сейчас там этот погрузчик везет рельсы не положат на него и будут скатывать вот реконструкторы ну короче отсюда не видно но в общем это две рельсы скручены уже как бы на металлические такие посажены оси ну чтобы выдержать расстояние видимо вот они сейчас руками его подгоняют к треку тендер уложили второй сегмент сейчас там закрепляют около этой тендера и потом исключительный этап вот здесь посередине соединят И наверное уже дрезиной будут сгонять. Звук это вот короче там автоматически заворачивает болты. Ну то есть так прям полноценную железную дорогу укладывают. Походу что-то не рассчитали. Рельсы не стыкуются. Сейчас вот подрезают. Видимо. В общем тут такая полноценная работа. Но прикол в том, чтобы вот так выставить платформу. Здесь вот должна быть кабина грузовика. То есть тем чтобы... Это они сейчас спускают только тендер. Еще вот там стоит основной так сказать паровозик. Чтобы паровозик спустить, это надо будет все разобрать заново. Подогнать паровоз с кабиной. Кабина уезжает, а им опять все дело собирать. Ну в общем у ребят тут, так сказать, веселье до завтрашнего утра, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Финальное затягивание всяких болтов и гаек. Подгонка деревяшечек под рельсы. Чтобы все поплотнее было. Ну и по идее уже совсем скоро, так сказать, случится исторический момент. Видимо, как-то не просчитали заранее высоту и, собственно, крепкость этой резины. Чтобы какие-то возникли сомнения, что она вообще выдержит этот тендер. Походу они его решили все-таки спустить под собственным весом. Ну посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Видимо, я могу вести два-этапа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. в общем спустили под собственным весом страховали погрузчиком но дальше понятно сейчас резину подцепит уже откатит вот таким вот образом закончили осмотра сейчас поедем дальше гор в объятиях